Для 11-ти классников средняя школа номер 20 подготовка к централизованному тестированию процесс ответственный и скрупулезный. Полгода интенсивной работы прошли плодотворно. Подтверждение тому – неплохие результаты по двум этапам репетиционного тестирования. В этом заслуга и самих ребят, и педагогов, которые в рамках уроков стараются направить, подсказать, помочь. Сейчас юноши и девушки активно регистрируются на заключительный этап репетиционной кампании. Я скажу, первый этап действительно был волнительный, страшный первый раз все это писать. На втором уже был не так страшным, и когда уже первый раз сходил, то попробовал, знаешь, свои силы, и легче я скажу писать. Я собираюсь на третий пойти, и на третий обязательно надо сходить. На первый, может, еще и не надо, но второй, третий обязательно, чтобы знать, как будет проходить тестирование, как что-то сдавать. В недалеком будущем Иван планирует стать управленцем. Конкурс на поступление довольно высокий, поэтому юноша старается использовать как можно больше возможностей для подготовки, в том числе и нововведения, дистанционную форму сдачи репетиционного тестирования. Задания схожи. Я недавно решал его, сравнил с тем, которое было на РТ. Задания действительно такие же. Можно решать, отмечать и проверять, как на РТ. То же самое будет, и сразу же будет выдано решение. Я считаю, это очень удобно. Активно в эти дни идет работа в региональном центре тестирования. Третий репетиционный этап с 4 марта по 22 апреля. В эти даты абитуриенты могут попробовать свои силы по всем 15 учебным предметам. Репетиционное тестирование – это важный этап подготовки к централизованному. Даты проведения экзамена в 2018-м уже определены. Регистрация на централизованное тестирование начнется в мае и завершится 1 июня. Что касается централизованного тестирования, оно будет начинаться у нас 12 июня. Естественно, ребятам для того, чтобы попасть на это тестирование, необходимо будет пройти регистрацию. Даты регистрации пока еще не определены. Но, соответственно, могу сориентировать – это май месяц. То есть в течение мая месяца до 1 июня обязательно будет явиться лично. То есть уже никакой онлайн-регистрации, никакой регистрации по телефону, либо, соответственно, как-то другим путем, то есть, соответственно, приходит лично. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Денис Величкевич, Дмитрий Лазарчук, Телекомпания, Бук-ТВ.